Приветствую вас, и первое, что хотел бы сказать, это то, что, очевидно, в вашей семье не принято разговаривать. Ну, то есть, вообще не принято разговаривать, совсем. Либо у вас очень обстраненные родители, либо это родители, которые, в общем-то, довольно, скажем так, авторитарны. Да, то есть, это такие авторитарные родители, которые, ну, грубо говоря, вообще не позволяют вам, не позволяют кому-либо, не обязательно, кстати говоря, только вам, проявлять свои чувства, проявлять свои эмоции и так далее. То есть, вы всегда должны быть в определенном настроении, значит, при определенных обещатах, вы всегда должны быть, всегда должны выглядеть хорошо, всегда должны соответствовать стандарту, который устанавливают для вас родители. Ну, то есть, вот такой момент. И первое, первое, что вам нужно делать, это учиться выговариваться. И выговариваться, конечно, нужно с психологом. То есть, человек, с человеком, который вас выслушает, который вас поймет, который даст обратную связь. То есть, это не пустые слова, на самом деле. Это действительно работает так, что выговариваясь и проявляя свою активность, вы получаете обратную связь от реального мира, и тем самым чувствуете себя более реальным. Когда вы все держите в себе, то, естественно, у вас возникает неудовлетворенность постоянная и так далее. То есть, это вот, как бы, первое, да, о чем обязательно стоит вам подумать. Это первое. Значит, второе. Ну, поскольку у вас, поскольку вы не привыкли разговаривать и все держите в себе, то, значит, ваши родители, скорее всего, и вашей семье, скорее всего, никто не придавал значения, сколько-нибудь адекватного и важного, вашему я. То есть, где вы, где ваше желание, где ваше стремление, чего вы хотите, и так далее, этого всего нет. Значит, следующее. Почему вы держите все в себе? Вы говорите, что, кажется, людям это не нужно. Естественно. Как бы, изначально, скажем так, по предписаниям, если можно выразиться так, по предписаниям, людям это не нужно. Конечно же. Сразу, вот сразу, людям это не нужно. Чтобы людям это было нужно, вам необходимо, ну, представлять для них ценность. То есть, им желательно, чтобы, как-то вот, знаете, чтобы с вами им было интересно. им желательно, чтобы вы представляли для них интерес. Им желательно, чтобы вы в первую очередь им что-то отдавали. И здесь еще один важный момент. Если вы не выстраиваете свои отношения с другими людьми, на отдачи, а вы выстраиваете отношения только на «дай, дай, дай», что-то приводит к тому, что вы, естественно, оказываетесь аутсайдером, потому что никому неприятно, что у него там, да, столько просят, например, и как бы ничего не дают замен. и поскольку изначально люди независимые, изначально люди независимые по умолчанию, опять-таки, то они не должны ничего друг у друга просить, ведь как-то они жили до встречи. Например, до встречи, грубо говоря, с вами, например, до встречи, вы как-то жили до встречи до встречи с людьми, людьми, да, то есть, вот, то есть изначально людям, изначально нормально, что людям не нужно то, что вы, ну, ваши проблемы, изначально людям ваши проблемы не нужны, и это нормально, это нормально. Относиться к этому нужно, в общем-то, адекватно и спокойно. Вот, нужно здесь подумать о том, как можно было бы сделать, например, так, чтобы людям стали нужны ваши проблемы. То есть, подумательными словами о том, чем вы можете быть людям интересны, ну и так далее. Это, значит, момент, что касается людей, что касается социализации. Кстати, социализация очень хорошо помогает деятельность различного рода, какого угодно рода. Ваши интересы, хобби, увлечения, желания, иногда работа, в общем, любая деятельность. Далее эмоции начинают зашкаливать, срываясь на окружающих по любому поводу. Ну, здесь нужно сказать так, что, конечно, то, что вы срываетесь, это не хорошо, конечно же. Но, в общем-то, я вас понимаю и, естественно, никаких, ничего осуждающего, безусловно, не хочу вам сказать и так далее, никакого осуждения не будет. Просто старайтесь понять такую важную вещь, что если вы будете срываться на людях, то у вас не будет контактов с ними. Если вы будете срываться на людях, то вы не сможете с ними адекватно налаживать связь. Также, также необходимо отслеживать свои чувства. То есть, вот предположим, что вы хотите срегрессировать на человека, который рядом с вами, да? Вы, как бы, задаете себе вопрос. Что я, например, чувствую? А? Мне не кажется, это чем-то сложным, если честно. Тот факт, что вы спросите себя, что я чувствую. Вы спросите себя, что я чувствую, и далее вы, как бы, задаете себе вопрос о том, чего я хочу. И действуете именно в этом направлении. Понимаете? То есть, вы не проявляете свою энергию во мне, не проецируете ее на людей других, а как бы просто-напросто отдаете себе отсчет в том, что с вами произошло. Все с вами там случилось и так далее. Вот это, пожалуй, действительно очень такой важный момент. Если вы хотите по-настоящему свою жизнь поменять, необходимо рефлексировать и спрашивать себя, чего же я хочу. Чего я хочу, почему я хочу и так далее. Это важно для вас. Это важно для того, чтобы не портить отношения с людьми. Очень-очень-очень это важно. Далее, значит, веду себя неадекватно, плачу, потом смеюсь, но это понятно. Упределяет близкими еще поводами конфликта, ссором, могу высказать же яку то, что он не заслужил. Такое поведение портит мои отношения с друзьями и мне становится страшно от себя, но поделать ничего не могу и у меня не выходит. Людка страшно, хочется в такие моменты никогда не уходить из комнаты. Ну, здесь вы, конечно, как бы говорите о том, что я себя не контролирую совсем. Здесь вы говорите как бы о том, что от меня не зависит ничего. Здесь вы говорите о том, что я не могу ничего поделать с тобой. И здесь, в общем-то, вы говорите, ну, такую вещь, на мой взгляд, конечно, очень печальную. Да, то есть вы, по сути, вы признаетесь в том, что не можете ничего изменить, по сути, вы признаетесь в том, что вы бессильны, вы не можете справиться с собой. Это очень плохо, конечно. Но надо сказать, что если вы будете спрашивать себя то, о чем я говорю, если вы поработаете с психологом, если вы будете отслеживать свои мысли, если вы будете отслеживать свои переживания, свои чувства, то, я думаю, ситуация наладует. Главное, чтобы вам, чтобы у вас сейчас был человек рядом, который бы помог вам найти себя, который помог бы вам принять себя такой, какая вы есть. Вот это, на мой взгляд, по моему мнению, является самым важным. Потому что без этого, без этих аспектов, не представляется возможным изменение вашей жизни. Раз вас, родители, не смогли научить таким вещам, как, скажем, коммуникация, если ваши родители не смогли вас научить таким вещам, как выражение своих мыслей, и выражение своих желаний и так далее, то учиться нужно самостоятельно с помощью психолога. Вот, этого не надо сняться, этого не нужно бояться, абсолютно нормально, вот, главное, чтобы вы делали это регулярно, и чтобы вы хотели это, чтобы вы хотели реально, вот, чтобы реально хотели, что-то поменять, что-то поменять, вот. Что-то поменять, от этого, да. Далее. Ну, собственно, вопросов никакого вы не задаете, вот, а для вопросов... Хорошо, хорошо поставленный вопрос. Это уже половина проблемы. Вот, ну, ну да ладно. На этом все. Я думаю, что пока этого достаточно. Если у вас остались вопросы, либо что-то непонятное в моем ответе, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!